Практически официально можно говорить о том, что величайший лидер современности полностью утратил контроль над происходящим в стране и потерял власть. Еще буквально до Нового года он реально представлял из себя какое-то подобие президента, но сейчас окончательно превратился в бесхребетное ничтожество. Судите сами, как минимум в декабре комик имел воздействие даже на всесильного Авакова, которому пришлось пойти на должностное преступление и замутить дело Шеремета, чтобы хоть как-то изобразить деятельность, которую от него требовал величайший лидер. Более того, Аваков вынужден был закрыть кормившие его огромную ментовскую орду игровые автоматы, лишив региональных полицейских чинов и себя любимого, просто буснословного левого кэша. Однако не прошло и трех месяцев, как вся власть Зелебобы вылетела в трубу. А все потому, что его развели как дитя малое, заставив, во-первых, уволить свое правительство. Да, именно правительство Зеленского, которое, за исключением, пожалуй, одного Авакова, было предано ему на 100%. При этом уволить правительство Зеленского попросту вынудили, раскрутив историю с прослушками разговоров бывшего премьера Гончарука, на которых он нелицеприятно, но вполне уместно выразился об умственных способностях предводителя Зелебобиков. Уволенное правительство, хоть и было той еще гоп-компанией, но оно было преданным и в крайнем случае при толковых специалистах на местах вполне бы могло работать. Вместо этого Зеленского заставили поменять преданных людей, которые повелись на диджитализацию и все эти фейковые призывы Зе бороться с олигархами, на людей, для которых Зеленский – обычная обслуга и шут, которого они заказывали на свои дни рождения и корпоративы. Теперь в правительстве заправляют люди, которые или сами себе хозяева, как Аваков, который, судя по всему, вообще плюнул на Зеленского и какую-то субординацию. Либо же люди, у которых есть хозяева и боссы, тот же премьер Шмыгаль, который наверняка креатура Ахметова. Далее наш паяц решается на увольнение генерального прокурора Рябошапки, который не хотел исполнять заказухи от Портнова и того же Зеленского и шить надуманное дело на Порошенко, который до сих пор этим товарищем поперек горла, поскольку имеет стабильную поддержку своих избирателей. Более того, после того, как генпрокурора уволили, Рябошапка прямым текстом заявил, что его фактически заставляли фабриковать дела против представителей прошлой власти и что его отказ делать это, собственно, и есть главной причиной увольнения. Именно из-за случаев с Рябошапкой и Гончаруком в фейковой партии «Слуга народа» и случился первый серьезный раскол, когда тамады и маникюрщицы, волею случая попавшие в парламент, даже своим куцым мозгом смогли понять, что Зелебоба не тот, за кого себя выдает, а всего лишь послушный инструмент в чьей-то искусной игре, где его все больше отыгрывают от реальной власти и, по сути, делают из него козла отпущения, коим он и будет, если в Украине накроется экономика и вспыхнет эпидемия. Раскол в партии Зе, а мы говорим о конкретном Димарше, его значительной части во главе с нардепом Гео Лерасом, случился по одной простой причине. Там поняли, что они не более чем расходный материал и верно служить президенту попросту незачем. И правильнее всего просто хапнуть напоследок бабла, пока еще слуги народа не попали народу под горячую руку. Еще один пример того, что слуги народа теперь работают на хапок, пока могут, это метросексуал и по совместительству бандит-ресторатор Николай Тищенко, который решился на банальный кредитный кидок банка на 2 миллиона долларов, который помог прикрыть глава офиса президента Ермак. И это только самое видимое, а сколько такого остается в кулуарах Верховной Рады, где вчерашние тамады попросту берут пухлые конверты из рук тех, кому не выгодны те или иные законы. В общем, карточный домик Зеленского продолжает сыпаться. От ранее желанных постов в Кабмине, кандидаты, которым предлагают должность, попросту сбегают. Те, что приходят, увольняются через две недели. В парламент, чтобы проголосовать жизненно важные для страны законы, депутатов нужно загонять как баранов. Те законы, что принимаются, в частности, антиколомойский закон о невозврате привата, сейчас до предела обострят противостояние Зе и его продюсеров, которые превратили ситком про голобородько в реальность. Слуги народа кворума Зе проголосовали его от полного отчаяния, ибо без помощи МВФ, который требовал принятия данного закона для предоставления нового транша, в стране произойдет реальный дефолт. И Зе и его оставшиеся вассалы в парламенте прекрасно понимают, что виноваты будут они, а не Коломойский. И вынесут с Банкова и Грушевского именно их. Кроме проблем с ВР и Кабмином, Зеленский вдрызг разругался с мэрами крупных городов, которые открыто выступают против представителей центральной власти, называя их мародерами, и обвиняя в том, что они банально обворовывают регионы своими выдуманными льготами для бизнеса, которые по факту освобождают от налогов только олигархов и ликвидируют местное финансирование. Получается, в первый год своего правления Зеленский не контролирует Кабмин, Верховную Раду, Авакова и регионы. Прямо скажем, отличное положение в условиях агрессии Московии, мирового финансового кризиса и эпидемии. Более того, в условиях тотальной неподготовленности страны к пандемии коронавируса Зеленский, судя по всему, еще и вывез свою семью из страны. Ярчайший пример того, как крысы начинают бежать с корабля.